Света, ты занимаешься дизайном достаточно давно. Ты уже практикующий дизайнер, который делает и порталы, занимался некоторыми приложениями, даже преподаешь. Вот расскажи, как это все начиналось? Например, давай начнем с тех минут, когда ты подумала начинать дизайном. Например, институт. Где ты училась? Я училась в экономическом университете. После третьего курса я задумалась о том, что все-таки работа в банке – это не мое. И я решила узнать что-то новое для тебя и пошла на курсы дизайна. А что тебя подтолкнуло? У тебя было противоречие, допустим? Поддержаны ли тебя в этот момент родители? Или они смотрели это как на твое обычное хобби? Нет, родители, конечно, поддерживали меня. Не жалели ли они то, что ты выбрала заниматься дизайном, а ты еще учишься в университете? Нет, так как это были курсы, я параллельно училась и в университете, и на курсы. И они, в принципе, были не против, чтобы я еще чем-то занималась. А потом? А потом, как бы, они все-таки, ну так, опаско сказали, что все-таки не бросай университет. Ну, как бы, не уходи из университета, а все-таки продолжай учиться. Но если тебе нравится дизайн, то, конечно, метеороподдерживаю. Если тебе так лучше, то... Сложно было перейти вот с математического экономического факультета в творчество? Как-то нет. Это, я не знаю, как новая жизнь может быть после. Потому что в школе, в университете я, как бы, ну, не нравилась математика. И, как бы, я думала, что я все-таки буду экономистом, работать в банке. Но после практики я поняла, что это все-таки не мое, и поэтому... Вначале я пошла на курсы просто для себя, чтобы узнать что-то новое. И даже вначале даже не задумывала, что я буду работать в этой сфере. Но после окончания курса у меня все-таки как-то внутри я бы думала о том, что хорошо было бы прийти в какую-то стажировку или как-то поработать в какой-то студии, чтобы именно, ну, подробнее узнать все об этой сфере и все такое. И потом как-то она сама меня нашла. Сложно было первые дни стажировки? Да, вначале было очень сложно, потому что... Было мало идей, было, как бы, ну, чего хотелось сделать, но не получалось все такое. Но, как бы, мне помогли советом и рекомендациям, и, ну, там, все отношения. После курса, после окончания курса, мне предложили поучаствовать в конкурсе на разработку дизайна для ультратегмуазина. Как бы, я вначале подумала, что... Ну, у меня не было времени, потому что у меня была сессия, и, ну, как бы, я думала вначале, что я не буду участвовать, но потом все-таки как-то решилась, нашла время, сделала дизайн, отправила, и так оказалось, что заказчик забрал мою работу, и, ну, как бы, так получилось, что я стала победительной сэконом курсом, и мне предложили работу после этого. И чтобы дальше доработать этот интро-думазин, я, ну, бы, заниматься на моем интернете. И, как бы, я, конечно же, осталась сессия, потому что, ну, это была просто для меня такая очкиненькая... маленькая, ну, даже не маленькая, большая победа, я бы сказала. С самого первого проекта я поняла, что заказчики все-таки интересные люди. У меня еще большой список того, чего я хочу... ну, того, чего я хочу научиться и выучить, как бы... и... да, также хотелось бы поучаствовать в каком-то большом проекте социальном, который будет полезен, ну, как бы, всем людям. Ну, это, конечно, после окончания сэкономерси. Не бросать дизайн, даже на неделю, даже на 2 дня, а сразу же что-то делать какие-то новые проекты. Пускай даже, ну, вначале просто придумать свой проект, и для него нарисовать дизайн, все такое. это, конечно же, улучшит их навыки и скорость работы. Наш ад-директор, который... который всегда, ну, как бы, уволил меня и все-таки подсказывал, как лучше сделать, как давало себе это, и это, как бы, мне помогло. А смогла бы ты работать, допустим, на фрилансе? Вот многие интересуются, там, работа в офисе или работа по фрилансе. Вот где будет тебе интереснее? Ну, мне кажется, это, как бы, когда в офисе немножко случилось, потому что, ну, как бы, ты находишься постоянно дома, ну, как бы, тебе нужно работать, ну, как бы, в пульсе. И тебе никто не может ничего не сказать. Если какая-то проблема случится, то ты, как бы, тебя придется самому все решать. И ты не общился с другими людьми, но это... Очень замечательное, на самом деле, интервью, потому что очень многим студентам это поможет, я уверена. Поэтому огромное спасибо тебе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!